Нефть штурмует отметку в 25 долларов, но рубль пока еще запаздывает. Баррель нефти по бюджетному правилу должен стоить в рублях 2 800, но держится в районе 250. Значит, доллар уже сильно дороже 100 рублей, но рубль пока подтягивает, держит его изо всех сил. Момент не очень подходящий, тут впереди голосование в поддержку путинского государственного переворота, ну а через месяц будет стоить 100 рублей и больше. Такой дикий курс не в пользу, конечно же, Путина, который всеми силами демонстрирует уверенность и излучает стабильность в бушующем море катастроф. Что бы ни происходило нам все по облаку, и коронавирус, и падение цен, у нас тут стабилизец. Тем не менее, все экономисты понимают, что после 22 апреля когда-нибудь придется все-таки все приводить в соответствие, то некоторые даже говорят, что 100 рублей это оптимистичный прогноз. Впрочем, населению уже, собственно говоря, до лампочки. Так как их давно уже обобрали до нитки, рублей все равно нет, а поэтому даже и ажиотажа в обменниках нет, ибо обменивать нечего. Японский банк Митсухо прогнозирует, что цена на нефть может достичь отрицательной величины. Объяснение вполне понятно, что в текущем разрыве падающего спроса резко выросшего предложения хранилища нефти заполняется вполне ударными темпами. Примерно через месяц-полтора все имеющиеся мощности будут задействованы на 100%. Далее придет время танкеров, которые являются резервом последней надежды. Ставки аренды уже выросли в четверо. После того, как закончатся и они, производители встанут перед вопросом, останавливать добычу или платить дополнительные премии покупателям, чтобы они все-таки забирали, покупали их нефть. Значительная часть нефти поставляется по долгосрочным контрактам, но и в этом сегменте поставок начинаются сбои, так как эпидемия сейчас, вот просто как по заказу, позволяет объявлять фарс-мажорные обстоятельства. Так вот, японский прогноз заключается в том, что помимо войны за объемы добычи нефти, то что мы сейчас наблюдаем, есть еще один театр военных действий, это война за свободные мощности. Поэтому на бирже цена нефти может еще иметь какое-то положительное значение, там 15 или даже 10 долларов, но реальная цена с учетом премий, скидок, вот всех этих уступок может действительно падать до отрицательного значения. И единственный вопрос, который сейчас всех волнует, все понимают, что к этому идет дело, нужно садиться и договариваться. Такой развал нефтяного рынка, как сейчас, не выгоден никому, ни продавцам, ни потребителям. Однако, как вы понимаете, война есть война. Нужен проигравший, которому и будут продиктованы условия. И за счет этого проигравшего мир сможет возместить нанесенные в ходе вот этой нефтяной войны убытки. Поэтому никто, естественно, не хочет оказаться в роли этого самого проигравшего. И это значит, что нефтяная война будет продолжаться какое-то время до выявления этого самого слабого. Кто может быть этот самый слабый, вопрос пока остается открытый. Суть будущего мира, что мы уже не будем жить, как жили до сих пор. Вот весь этот коронавирус и эта нефтяная война показывает, что в следующее время, в ближайшее или в будущее время, встанет вопрос о сокращении добычи нефти. Он давно стоял этот вопрос, теперь он назрел и его нужно решить. И как вы сами понимаете, этим проигравшим, скорее всего, будет Россия. То есть она обязуется добывать меньше, меньше победителей, которые, скорее всего, оставят за собой рынки сбыта. Другими словами, мы наблюдаем сейчас ситуацию, когда на путинский режим начали бить из больших орудий. Видимо, всем надоела война в Сирии, видимо, всем надоело смотреть на рову Путина. И его, если не с одной стороны, то с другой начнут давить активно, хотя бы до того состояния, когда элита внутри страны, наконец, сама разрешит этот вопрос. Ну, как вы знаете, при помощи шарфика или табакерки или подушки на голову, как, говорят, предсказывала Ванга. Ну и много чего приписывают. Недавно я смотрел один ролик, где опять в очередной раз озвучивают ее предсказания. Дескать, Путин не переживет 20-й год и будет задушен кем-то из своих близких. Меня поразил не столько этот прогноз, а то, что автор сказал. Неважно, как это будет, мы надеемся, что это случится. И дальше сотни комментариев. Да, ждем с нетерпением. Путин надоел и внутри своей страны, и за пределами ее. И нынешняя нефтяная война, несмотря на то, что говорят, как будто бы к этому причастен Сечин, я в это не верю. Это война, которую начал мир против путинского режима. И, как вы понимаете, один в поле не воин. Проигравший уже назначен. Продолжение следует...